Метель ревет, как седой из полин. Вторые сутки не утихая, ревет, как пятьсот самолетных турбин. И нет ей проклятой конца и края. Пляшет огромным белым костром, глушит моторы и гасит фары. В замяте снежный аэродром, служебные здания и ангары. В прокуренной комнате тусклый свет. Нет, вторые сутки не спит радист, он ловит. Он слушает резкий свист, все ждут напряженно жив или нет. Радист кивает, пока еще да, но боль ему не дает распрямиться. Он еще шутит, мол, вот беда. Левая плоскость моя никуда. Скорее всего, перелом ключицы. Где-то буран. Ни огня, ни звезды. Над местом аварии самолета. Лишь снег заметает обломков следы. До замерзающего пилота. Ищут тракторы день и ночь. Да только впустую. Да слез обидно. Разве найти тут? Разве помочь? Руки в полуметре от фар не видно. А он понимает. А он и не ждет. Лежа в ложбинке, что станет гробом. Трактор, если даже придет, то все равно в двух шагах пройдет. И не заметит его под сугробом. Сейчас любая зазря операция. И все-таки жизнь покуда слышна. Слышна ведь его портативная рация. Чудом каким-то, но спасена. Встать бы, но боль обжигает бок. Теплой крови полон сапог. Она, остывая, смерзается в лед. Снег набивается в нос и рот. Что перебито, понять нельзя. Но только не двинуться, не шагнуть. Вот и окончен, видать, твой путь. А где-то сынишка, жена, друзья. Где-то комната, свет, тепло. Не надо об этом. В глазах темнеет. Снегом наверно на метр замело. Тело сонливо деревенеет. А в шлифом ахоне звучит слова. Алло, ты слышишь? Держись, дружище. Тупо кружится голова. Алло, мужайся. Тебя разыщут. Ужайся. Да что он, пацан или трус? Каких ведь бывал переделка грозных? Спасибо. Вас понял. Пока держусь. А про себя добавляет. Боюсь, что будет все кажется слишком поздно. Совсем чугунная голова окончается в рации батареи. И хватит еще на час. Или два. Как буревна руки. Спина немеет. Алло. Это, кажется, генерал. Держитесь, родной. Вас найдут. Откопают. Странно. Снова звенят, как кристалл. Бьются, стучат, как в броню металл. А в мозг остывший почти не влетают. Чтоб стать вдруг счастливейшим на земле, как мало, наверное, необходимо. Замерзнув в конец. Оказаться в тепле. Где доброе слово, да чай на столе. Спирта глоток. Да затяжка дыма. Опять в шлемофоне шуршит тишина. Потом сквозь метельное завывание. Алло. Здесь рубки твоя жена. Сейчас ты услышишь ее. Внимание. С минуты гудения тугой волны. Какие-то шорохи, трески, писки. И вдруг далекий голос жены. До боли знакомый. До жути близкий. Не знаю, что делать и что сказать. Милый. Ты ведь отлично знаешь, что если даже совсем замерзаешь, надо выдержать. Устоять. Хорошая, светлая, дорогая. Ну как объяснить ей в конце концов, что он ненарочно же здесь погибает. Что боль даже слабо вздохнуть мешает. И правде надо смотреть в лицо. Послушай, синоптики дали ответ. Буран окончится через сутки. Продержишься, да? К сожалению, нет. Как нет? Да ты не в своем рассудке. Увы, все глуше звучат слова. Развязка вот она. Как не тяжко. Живет еще только одна голова. А тело остывшая деревяшка. А голос кричит. Ты слышишь? Ты слышишь? Держись. Часов через пять рассветит. Ты же живешь еще. Ты же дышишь. Ну, есть ли хоть шанс? К сожалению, нет. Ни звука. Молчание. Наверное, плачет. Как трудно последний привет послать. И вдруг. Раз так, я должна сказать. Голос резкий нельзя узнать. Странно. Что это может значить? Поверь мне, горько тебе говорить. Еще вчера я от страха скрыла. Но раз ты сказал, что тебе не дожить, То лучше, чтобы после себя не корить, Сказать тебе коротко все, что было. Знай же, что я дрянная жена. И стоя любого худого слова, Я ведь уже год тебе не верна. И вот уж год, как люблю другого. Как я страдала, встречая пламя Твоих горячих восточных глаз. Он молча слушал ее рассказ. Слушал, может, последний раз, Сухую былинку зажав зубами. Вот так целый год я лгала, Скрывала. Но это от страха, А не со зла. Скажи мне имя. Она помолчала. Потом, как ударив, Имя сказала. Лучшего друга Его назвала. А не со зла. Субтитры создавал DimaTorzok